Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И ведь стоило Интигаму Рустамову 25 лет вот так импровизировать, писать стихи, биться в частушечном ритме, а знает его теперь по одной единственной фразе. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Такому успеху позавидовали бы и Пётр Нарич, и Виктор Гончаренко. Два брата механиста, старший Интигам и младший Эхтирам, и раньше с легкостью находили любую рифму. Мейхана приносила стабильный доход – тысячу долларов за свадьбу. Но стоило придумать пару фраз на русском, и вот тут же больше, чем поэт. Мейхана, если от сердца прямо говоришь, это Мейхана, если взял и писал бумагу, это уже стихи называются, не Мейхана. Надо его на ходу сочинять. Извини меня, я уже умираю. Мужина умер, кюнай, до свидания. Мужик умер, кюнай, до свидания. И вдруг видит, там кто-то в скамейке лежит и вот так поёт какие-то стихи, приближается ему, говорят, что ты кто? Кто такой? Ты кто такой? Он отвечает, что а ты кто? Давай, до свидания. Он говорит, а ты кто такой? Этот вопрос здесь звучал раньше. В советские времена первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана задавал его Алиаге Вахиду, самому народному механисту. Поэт-честушечник дружил с Есениным, любил коньяк и не боялся властей. Вот запретили Азербайджану, скажем, Мейхану, но они всё равно узких кругах создали свои компании и пели там это. Ну, это можно сказать простого народа. Запретили, потому что жанр не только низкий, но и свободолюбивый. Во всяком случае, тогда точно был. Мейхана же не видно, там у тебя же в сердце. Как ты можешь объяснить? Может быть, там пару слов вышло параллельно, сказал, не то. Ну и потом, когда во всём союзе тайком слушали Битлз и Дипёпл, здесь подпольно звучала Мейхана. А когда у нас подпевали Юрия Шутунову, здесь вновь открыто зазвучали фристайл-частушки. Сначала на свадебах, а потом и в местном телеэфире стали проводить конкурсы. Теперь Мейхана дело прибыльное. Это сразу ясно и по Мерседесу, и по часам. Вот эта машина, Катя, вот эта машина. Эх, трамс, соревнования, когда вот Мейхана соревнования было, ребята купили ему. Подари. Мерседес, люди. У нас много Мерседес. Да, да, да. А чего вы говорите? Потому что Мерседес – это очень крепкая машина. Десятки интервью, студийная запись, переговоры о гастролях. В заметно перегруженном графике едва находится время на поездку туда, откуда всё началось. Провинция Талушей, горные Астара, граница с Ираном. По пути – пробки. И чем не повод для Мейханы? Теперь Талуши в далёком селе обещают не просто свадьбу. Целый праздник в честь Механистов Рустамовых. Ну что, похоже, на праздник мы не опоздали, несмотря на то, что глубокая ночь. Идём на звук. Здесь, похоже, на самом Мейхана. Единственное, что ему уже надоело объяснять, что Мейхана – это вовсе не рэп. Это ведь не просто речитатив, не просто бит и не просто фристайл. Мейхана – почти высшая математика. Надо истории знать. Математика тоже должна знать, физика тоже должна знать. А зачем? Зачем математика и физика для Мейхана? Мейхана может быть там какой-то репорт про математику. Кто такой Тимати, братья Рустамовы, к счастью для себя, не знают. К ним ни он, ни его агенты не обращались. Но азербайджанские рэперы Механистам точно в подмётки не годятся. Будет ли это, похоже, азербайджанский рэп на Мейхану? И кто победит? Две минуты – незамысловатый бит. Комические куплеты на любую тему. И вот – чистое творчество, без дублей. У них с лёгкостью рождается песня, и хип-хоперам, несмотря на все потуги, остаётся только расписаться в беспомощности. Мейхана и рэп ухана. У них свой счёт! Поставьте мне мой счёт! Я не могу в их счёт! Хотя, кому это интересно, Механистам уж точно нет. Жаль только, их самое заманчивое обещание теперь уже точно не исполнится. Европа-цемпионат, и я желаю, что Россия первым месяц занимает. Если Россия первым месяц занимать будет, я бесплатно консервирую. Екатерина Ворона, Тимур Ахмедов и Александр Бурячко. Центральное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...